МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Основано на реальных событиях. Эту фразу нередко можно встретить в современном кино. Очевидно, создатели таких фильмов полагают, реальная история добавит к картине популярности. Но так ли это? Знаменитый советский фильм «Экипаж». Один из лидеров отечественного кинопроката. История подвига нескольких советских летчиков. Наверняка те, кто смотрел это кино, задавались вопросом, могло ли это произойти в реальной жизни. Один из ключевых моментов фильма. Аэродром в далекой азиатской стране охвачен огнем. В этом аду все еще живы лишь несколько десятков человек. И все они в самолете Ту-154. С огромным трудом советским пилотам удается поднять машину в воздух. Но кошмар только начинается. Жанр катастрофы стал популярен в кино в начале 70-х годов прошлого века. Один за другим вышло сразу несколько успешных фильмов. Аэропорт, приключения Посейдона, землетрясения. Но все это было в Голливуде. Мы хорошо научились снимать психологическую драму. Мы вообще можем киноповесть снимать в разных жанровых направлениях. А вот фильмы, наполненные визуальными событиями, фильмы-катастрофы, фильмы-экшен, это непросто. Но дело вовсе не в технической стороне вопроса. Сергей Бондарчук снимал масштабные батальные сцены еще в 60-е. Может быть, существовал негласный запрет на такие фильмы? Специалисты говорят «да». В этом утверждении есть доля истины. Советское кино работало по законам реализма. В любой аварии есть виновник. И если катастрофа случалась на самом деле, необходимо найти крайнего. Быть крайним никто не хотел. Надо будет согласовывать все это с 20 ведомствами. Да, каждый сторонник будет в свою сторону. Они-то вот делали все правильно, а все остальные делали все неправильно. В Советском Союзе в официальных новостях практически не сообщали о катастрофах. Хотя только на железной дороге ежегодно происходило больше 60 крушений. В государстве с такой огромной территорией катастрофы можно было, что называется, выбирать на любой вкус. Вот лишь некоторые. 1952 год. На станции Дравнино Московской области сошел с рельсов грузопассажирский поезд. Погибли 109 человек. 1957 год. По Челябинскому на химкомбинате «Маяк» взорвались емкости с радиоактивными отходами. Территория в 20 тысяч квадратных километров стала непригодной для проживания на несколько десятилетий. 1960 год. На космодроме Байконур во время старта взорвалась первая межконтинентальная баллистическая ракета. Жертвы около 100 человек. Случись это все, скажем, в Америке, и голливудский фильм на основе реальных событий мог стать кинохитом. Но в Советском Союзе делать бизнес на трагедии никогда не пытались. Но почему режиссер Александр Митта решил взяться за этот рискованный и сложный жанр? Тогда это было абсолютно такое прорывное представление возможностей кино. Митта к концу 80-х был уже опытным постановщиком. В кино он искал новые формы. Творческий интерес – вот что двигало режиссером. Фильм «Экипаж» должен был объединить несколько совершенно разных жанров. Я подумал, чего бы не снять фильм в четырех жанрах. Драма, комедия, романтическая комедия, любовная комедия, мелодрама и сказка. И все-таки сегодня для многих «Экипаж» в первую очередь фильм-катастрофа. Зрелищный и по-своему жуткий. Ведь каждый может представить себя на месте пассажиров этого рейса. Наблюдательные зрители сразу же заметили – в фильме много ошибок. Лайнер набирает высоту с выпущенными шасси и закрылками. Отверстие воздухозаборника, через которое летчики вылезают из салона, принадлежит другой модели самолета. И главное – подвиг пилотов противоречит всем законам физики. В полете туда никак не залезть. А там показано, как он лезет, на второй двигатель. Там моментально тебя в эту сдует и по косточкам покидает. Нельзя. Сшивать металл во время полета намного сложнее, чем чинить крышу дома при ураганном ветре. Да и сам фюзеляж не выдержал бы такой нагрузки. Одним словом – кино, а не жизнь. Неужели в советском кинематографе не было ни одного фильма о реальной катастрофе и о настоящем подвиге? Мы искали и нашли. В газете «Комсомольская правда» за август 1977 года есть заметка о награждении медалями за отвагу на пожаре курсантов пожарно-технического училища Ленинграда. Вот их портреты. Они спасли пассажиров горящего поезда. Молодых людей наградили посмертно. Через несколько лет заметка об этом попалась на глаза режиссеру Андрею Малюкову. Эта статья легла в основу сценария. Я ее прочитал, потом нашел сценариста, Сирода Иванова, и мы вместе с ним написали этот сценарий. Реальный подвиг курсантов стал идеей для фильма «34-й скорой». Сценарий не обошелся без романтической истории. Проводница пустила в вагон трех безбилетников. В одного из них она влюбилась и сошла на промежуточной станции, когда нагрянули контролеры. В брошенном вагоне начался пожар. Сегодня Андрей Малюков не уверен, что снова взялся бы за эту картину. Кроме желания снять зрелищный фильм, у съемочной группы ничего не было. Ни каскадеров, ни специалистов, ни пиротехников такого ранга, которые могли бы точно реализовывать все эти задумки. Когда я вспоминаю все эти съемки, мне становится жутко. Как мы с этим справились, не знаю. Но пробовать надо было. На съемках группу несколько раз подводила горючая смесь. Загорались вагоны от нее. И сгорали мгновенно. Моя задача была, чтобы никто не пострадал. Помимо творческих, еще и вот такая. Мало кто знает. Известный актер Лев Дуров едва не погиб на съемках этого фильма. Причем дважды. В одной из сцен он оказался запертым в горящем вагоне. А позже, в другом эпизоде, едва не задохнулся, когда пламя экстренно гасили углекислотными огнетушителями. Кислород весь выгорел. И тогда можно было увидеть Льва Константиновича Дурова, который задыхался в безвоздушном пространстве на полу этого вагона. Слава богу, что это были люди, вытащили быстро на воздух, и он пришел в себя. А вот на съемках экипажа таких ситуаций практически не было. Ведь самые впечатляющие кадры были сняты на макетах. Но у зрителей не возникло претензий по этому поводу. Картина имел еще не сравнимый успех в моей практике. Ее продали на 92 страны, ее смотрело 80 миллионов человек в России. На полгода не сходило с экранов. То есть такое было очень мощное переживание. Известный кинопродюсер Марк Руденштейн признается, экипаж – один из его любимых фильмов. Кино не просто зрелищное, но и снятое за сравнительно небольшие деньги. Я вообще считаю это классикой советского фильмов «Катастрофа». Пока лучше, я просто не вижу, даже не знаю, кто стоит там за экипажем. Нету ничего. Это кульминация фильма «Экипаж». При посадке стюардесса находят маленького мальчика в хвосте самолета. А спустя мгновение пилоты включают реверс, и самолет разваливается на части. Зрители снова спорили. Возможно ли такое на самом деле? В открытых источниках о таких происшествиях не упоминается. Но уже в наши дни происходило что-то похожее. Декабрь 2010 года. В московском аэропорту Домодедово аварийно приземлился Ту-154, летевший в минеральные воды. Через полчаса после взлета у лайнера отказали все три двигателя. Техника отказывает, тоже как и любое все, и автомобили, и любой там мотоцикл, там танк, любая техника имеет право отказа. В сентябре 2010 года на лайнере, летевшем в Москву из Якутии, полностью отключилось электропитание. Вылетели на машине, они подготовлены с разряженными аккумуляторами, почему у них все обесточено. Пилоты вручную посадили лайнер на заброшенную взлетно-посадочную полосу. Никто из пассажиров экипажа не пострадал. Это настоящее чудо. Именно такая ситуация смоделирована в недавней новогодней комедии «Елки-2». Заметьте, комедии, а не драме или фильме-катастрофе. А вот в основе фильма «Экипаж» нет никакой реальной истории. Режиссер Александр Митта и его сценаристы придумали все сами, начиная от героев и заканчивая стихийным бедствием в азиатской стране. Но придумали так, что в эту историю хочется верить. Для зрителя надо волновать, чтобы он испытывал эмоции, потому что в фильме все-таки не лекция, не занятие, а это место, где люди переживают. Вот и получается, что именно эти герои для зрителя реальны, а события, исторически достоверные или выдуманные, лишь фон. Над вымыслом связами обольюсь, над вымыслом, чтобы понять про людей, что это за люди были, чем они руководствовались, какие внутренние посылы толкали их на совершение тех или иных героических поступков. Иметь дело с выдуманными катастрофами на самом деле проще, чем с реальными событиями. И здесь Александр Митта попал в точку. Никто не станет уличать сценаристов подлоги, но некоторые логические нестыковки и нарушения законов физики легко объясняются одним словом – кино. У нас работает собственный сайт, его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Думаю, будет интересно. Думаю, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...